Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, ограничительные режимы внесли существенные корректировки в работу органов власти и депутатского корпуса. В округе был последний раз в феврале, потом все эти ограничительные меры, карантинные меры. Дальше, помните, задачи ставились президентом и Государственная Дума в таком оперативном режиме реализовывала все поставленные меры, все озвученные меры поддержки отдельным социальным группам граждан, пострадавшим секторам экономики. Поэтому мы работали в непрерывном режиме, да и ситуация была такова, что выехать сюда практически было невозможно. Политик похвалил слаженную работу сотрудников аэропорта. Напомню, сейчас местный аэропорт работает в штатном режиме, но с соблюдением строгих мер безопасности. Поскольку угрозы исходят извне, все, кто прилетает, мы определяем на обсервацию, либо люди прилетают уже со справками на ковид, и тогда обсервация уже не обязательно. Как подчеркнул Юрий Бездун, и большинство случаев заболевания выявлено в вахтовых поселках, на которых фиксируется нарушение при перевахтовках. Далее в Рио губернатора и депутат Госдумы посетили Ненецкую коррекционную школу-интернат и социально-гуманитарный колледж. Там сейчас полным ходом идет подготовка к первому сентября. Посмотрели здание 1933 года постройки, но очевидно, что одним капитальным ремонтом уже невозможно спасти. Поэтому стоит задача сейчас найти поддержку и привлечь федеральные средства для строительства нового колледжа. Ну и кроме этого мы побывали с Ярославом Евгеньевичем в коррекционной школе. Здесь мы продвинулись дальше. У нас уже есть проект новой школы. И все для этого есть. Необходимо пройти сейчас экспертизу. После экспертизы мы будем понимать, какие необходимы средства для строительства. Ну, также понятно, что новая школа необходима. Тем более, что здесь будут обучаться дети, ну, со своими такими особенностями, которые требуют особенного подхода к себе. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов пообещал помочь в решении данной проблемы. Есть пожелание сделать все для того, чтобы она вошла в федеральную программу и получила федеральное финансирование. Учитывая то, что здесь учатся и занимаются с детьми, с особенными детьми, так и скажу. У них есть определенные проблемы со здоровьем. И, как показывает статистика и практика, к сожалению, у нас детская инвалидность растет. Поэтому подобные учреждения должны функционировать и должны получать федеральную поддержку. Коррекционная школа участвует в федеральном проекте «Современная школа», нацпроекта образования и всероссийском конкурсе «Доброшкола», в рамках которых выделены средства на ремонт и покупку оборудования. Учреждения к новому учебному году отремонтируют 13 кабинетов, покрасят стены, потолки, заменят линолеум и оснастят современным оборудованием. Все работы будут завершены в августе этого года. 1 сентября в школу пойдет 101 ученик.